Сейчас в интернете полно информации о том, как добавить свой сайт в топ, чтобы он был в топе, чтобы он продвигался, как создать свой сайт с нуля. Такой информации в интернете полно. А как быть в дурацкой такой ситуации, когда ваш сайт вроде бы в топе, но с каждым днем теряет трафик? При этом позиции и показы в сети у вас сохраняются. Что же это может быть? Сейчас мы рассмотрим исследование SEO Quick, которое я проводил в течение некоторого времени на основе своих сайтов, на основе сайтов клиентов. И пришел к неутешительному выводу. И об этом обязательно досмотрите ролик до конца и поделитесь своим мнением в комментариях. Итак, поехали. Сейчас мы рассмотрим, почему ваш сайт может терять трафик, даже находясь в топ-1. Я начал заниматься SEO-продвижением с 2016 года. До этого я, конечно, тоже занимался интернет-рекламой, но в другом аспекте. Чисто SEO я начал заниматься именно вот несколько лет назад. И начал активно всю эту тему детально изучать. Изучал зарубежную прессу, изучал справку Google, справку Яндекса, форумы перечитывал, посмотрел, как люди делятся серыми методами, белыми методами, даже рассказывают, как работают какие-то черные методы продвижения. То есть, все это старался изучать более-менее детально. Уделял, конечно, больше внимания технической части, но и следил активно за новостями, которые предлагал Google и Яндекс. Следил за эволюцией выдачи, как менялся поисковик, как эволюционировал поисковик с прошлой, как он выглядел раньше до сегодняшнего дня, что в нем поменялось. И обратил внимание на один вопрос моего клиента. Он задал вопрос, как так получается такая ситуация, у меня показы растут, позиции растут, а органика падает. Такое быть не может. Смотрю, по аналитике действительно идет обвал органики. Но при этом захожу там в Serpstat, захожу в Ahrefs, захожу даже банально в Webmaster и вижу, в принципе, неплохо рост позиции. То есть, вижу, позиции растут. То есть, даже по каким-то ключам рост идет, но органика падает. И вот здесь, конечно же, заподозрил что-то неладное я. Начал изучать зарубежную прессу. В первую очередь, конечно же, вылезло исследование Рэнда Фишкина из Спарктора и Джампшот. Да, Джампшот компания называется. И вылезло исследование, где они рассказывали про эрозию органической выдачи. Сейчас мы перейдем к этому исследованию и рассмотрим его более детально. Итак, перейдем на исследование Спарктора. Собственно, дата самого Рэнда Фишкина исследования, оно датировано 13 августа 2019 года. И как они говорили, они провели довольно масштабное исследование. И если посмотрим, на что они ориентируются. Они ориентировались на то число, которое называется Zero Click Search. Это число, когда пользователи переходят на Google, но не кликают. Сколько таких пользователей? И они увидели следующую картинку. То есть, именно это значение их и заставило исследовать. То есть, в июне 2019 года они увидели такое странное сочетание. То есть, на 40 миллионах браузерах, которые были в десктопе и мобайле, они по США провели это исследование. Полностью с детальной исследованием вы, конечно, можете ознакомиться по ссылочке. Я ее оставлю в описании ролика. Вы можете увидеть, что во втором квартале 2019 значение, как изменилось, как изменялось значение вот это значение с этим значением. То есть, вы обратите внимание, какое количество пользователей кликало по сайтам, которые принадлежат мне Google, то есть органические поиски. Вы видите, что это число 40 и 42%. То есть, из всех реальных запросов органики, это не 100% кликало там, а там контекстом с какой-то часть съедает. Многие раньше думали, что типа вот пользователь заходит в Google, и он обязательно кликает. Он кликает по какой-то определенной ссылочке. Но там часть из них контекст съедает, остальное это съедал SEO. Но на самом деле это не так. И большая часть пользователей, достаточно внушительная часть пользователей попросту даже не кликает. И вот это значение действительно поставило всех под большим вопросом. Как это так происходит, что большая часть пользователей перестает кликать. И здесь вот исследование, вот они провели исследование в течение нескольких лет по кварталам. То есть, с 2016 года по 2019 год. И если вы обратите внимание на эту картинку, здесь можно увидеть, что вот это идет органика, 54% в 2016 году, сейчас 46% органики кликов. То есть, если сравнить 46 и 54, то есть мы возьмем банально калькулятор, и просто посчитаем прямо сейчас при нас, это 54,01 минус там 46 и 12. И разделим это на старое значение 54,01. Получим в абсолютном значении на 14,5% снизилась органика. То есть, пользователи, которые кликают в органике, на 14% стали реже кликать за 3 года. Вдумайтесь в эти цифры. То есть, на самом деле это действительно проблема. Если мы посмотрим в целом, как менялось это значение в мобайле и в десктопе, вы увидите, что в мобайле это число прилично выросло. То есть, за счет того, что большинство пользователей на мобилке интересуются короткой информацией, им не интересно переходить на веб-сайт, они просто видят выводы, видят цитату, информацию. То есть, большая часть запросов не мотивирует на мобайле открывать сайты. То есть, Google фактически всех перевел на mobile-friendly и при этом сделал свой поисковик вероятнее всего так, что пользователи в мобайле просто ленятся открывать сайты. До этого им недостаточно было контента в органике, и они переходили. Сейчас им не нужно переходить. Некоторые ниши, я так более того скажу, Google попросту уничтожил. Первая ниша, которая уничтожена была Google таким образом, это ниша кинотеатров. Кто не в курсе, попробуйте погуглить что-либо про фильм. Вы увидите красивую выдачу с списком актеров, кто входит. Всю информацию по фильме сделанную в режиме Google. То есть, если сейчас мы перейдем на Google, то есть мы сейчас создадим новую вкладку, допустим, впишем любой фильм, давайте Joker фильм, мы увидим такую картинку. Но здесь мы видим много выдачи. То есть, она выглядит более-менее нормально. Но при этом, если мы сейчас перейдем на мобильную выдачу и перезагрузимся, мы увидим, что выдача в Google разительно отличается. И мы видим, что фактически для того, чтобы переходить на фильм, вам ничего не нужно. Вы можете всю информацию увидеть просто в выдаче. Таким образом, эта ниша и была полностью съедена Google, как и поглощена исключительно за счет банально этих элементов выдачи. И об этом мы остановимся немного далее. Итак, почему я все-таки наткнулся на эту проблему? Как я говорил, мне сообщил об одной проблеме клиент. И я искал ответ и не мог найти на него ответа некоторое время. Но на самом деле, катализатором для меня стала статья на русском сайте SEO News, которую дал Барри Шварц, основатель Serum Table, непосредственно площадке SEO News, эксклюзивно. Мне было интересно, они ее пиарили, они пиарили через Facebook рекламу эту статью. Я наткнулся, думаю, ну, почитаю. Почитал, и статья меня действительно заинтриговала. В этой статье я обязательно ссылочку тоже оставлю в описании. Перейдите, почитайте этот эксклюзивный материал. И сейчас все ключевые моменты из этой статьи мы разберем в нашем видео. Итак, вот, собственно, сама статья. И заголовок действительно кричащий. Google больше не мотивирует создавать что-то стоящее. Думаю, что это такое? Почему такой хайповый заголовок? О чем речь? И действительно, давайте пересмотрим его вопросы и ответы. Многие говорят, там, да, там, ну, здесь идет диалог по поводу сайта. Они обсуждают, как работает сайт, как он продвигает его. То есть он говорит, весь трафик у него идет с социалок. Вот, то есть он, в принципе, ловит трафик из Google новостей. Есть email рассылка. То есть, в принципе, работает по наработанной аудитории. И люди упоминают его за счет контента. То есть здесь он рассказывает, что он продвигается за счет контента. То есть, а не за счет каких-то либо трюков. Вот, то есть за счет сообщества, как он говорит, то есть он не занимался именно SEO-органика, чтобы продвигаться. То есть он старался действовать по принципу сарафанки. Вот. И по поводу вопроса. Не получает денег с блога. То есть он говорит, что сайт не приносит мне больших денег. Он делает не ради денег, ему нравится вести блог, и он вносит клад развития комьюнити. И вот самое главное. То есть я бы не пошел в блогеры, если бы хотел зарабатывать на этом деньги. На блоге не обогатишься. Вот. У него есть компания, собственно, он этим занимается. И вот по поводу SEO-бренда тоже очень важно. Да, это действительно говорит, что важно вливаться в бренд. Чтобы нужно строить отношения с обществом, нужно годами отдавать ему себя. Здесь, в принципе, это... Здесь вот это то, что я читал, но думаю, ну окей, рассказывает, как работать, как продвигаться. Здесь он дал мнение об Яндексе, меня это очень заинтриговало. Вот. По поводу Яндекса, да, он сказал, Яндекс на шаг позади Google, но на несколько шагов впереди Bing поисковика от Microsoft. И это правда. То есть, того успеха, который имеет Яндекс в России, нет того успеха, который есть у... Нету, ну точнее, того успеха нет даже у Bing в США. Bing настолько слабый поисковик в США просто, что при этом, ну, Яндекс конкурирует с Google и даже, ну, прекрасно на равных конкурирует с ним непосредственно в России. Это тоже следует учитывать. И вот первая фраза. То есть, давайте поговорим о SEO. Время поисковой системы делают все, чтобы пользователям не пришлось переходить на сайты из выдачи. Добавляют блоки с ответами. Сеть знаний и расширенные сниппеты постоянно ссылаются на свои сервисы. Так делает Google. И то же самое делает и Яндекс в крупном обновлении Андромеда. Как вы относитесь к этой тенденции? Не обидно ли вам, как владельцу сайта, за упущенные клики? И вот этот вопрос, он действительно сказал, да, мне очень обидно. Рэнд Фишкин из Парктора как раз недавно выпустил исследование на эту тему. И, собственно, я и узнал об этом исследовании из этой статьи. Только 40% сессий заканчиваются кликами. И это большая проблема. То есть, Google отсылает на сайты все меньше трафика, задерживая пользователя в выдаче своим же контентом. Достаточно вспомнить историю с текстами песен, которые Google брал из популярных сайтов. И теперь фактически трафик на популярные сайты упал. То есть, я вам показал примеры с кино. А действительно, тексты песен. Вбейте любой запрос, допустим, текст песни. Там, не знаю, любую песню берем. Там, возьмем 30 seconds to Mars. Там, там, Hurricane, текст песни. Вот. Текст на русском. Не, ну здесь не так. А давайте попробуем на английском. Lyrics. Ух ты. И как мы видим, Lyric Find трафик уже не получит, потому что я могу его посмотреть просто в выдаче. Я не напрягаюсь. И действительно, вижу весь текст песни просто в выдаче. Мне для этого нужно было просто забить. А интересно, а по-русски как обстоит ситуация? По-русски пока еще, видите, расширенные сниппеты не везде внедрились. Действительно, это логично, потому что в Америке все внедряется чуть раньше, и они об этом, конечно, уже чувствуют, что это может привести к определенным проблемам. И они уже делятся с этим с нами. В русскоязычном сегменте это действительно не так заметно. Как вы видите, отдельные сниппеты срабатывают, а некоторые нет. И, конечно, вот он говорит. Я не могу винить Google. Пользователь действительно хочет получить информацию максимально быстро, а не переходить по пяти разным ссылкам в поисках ответа. А Google закрывает эту потребность, показывает ответ прямо в топе выдачи. Плюс не стоит забывать про пользователь Google Assistant. Ему же нужно где-то брать информацию с голосовых ответов. Ну и его, конечно, как владельца сайта это расстраивает. То есть есть создатели контента, есть поисковик. Поисковик помогает пользователю найти нужную страничку. Были рекламодатели, которые монетизируют контент, собственно. А сейчас экосистема меняется, потому что шансов, потому что посылки кликнуть становится все меньше, и мотивации для создания контента все меньше и меньше. И то есть они понимают, то есть Борис Шварц считает, что Google знает об этой ситуации, но не знает, как они будут решать эту проблему дальше. Его спрашивают мнение, будет ли хуже. Он говорит, думаю, что да, потому что больше людей будут пользоваться голосовым поиском Google Assistant. А он очень распространен в США. Да безумие. Вы даже не представляете, насколько Voice Search безумно распространен в США. Кстати, мы рассказывали об этом в нашем подкасте. Также следует понимать, что по поводу позитива, тут говорит, что нужно SEO-шникам чувствовать тренды, направляться, монетизировать, искать новые ниши. Это, конечно, все прекрасно, но ключевое слово этой статьи – это раз, и ключевое слово статьи – это два. Меня сразу запало души, и я начал копать действительно, а есть ли такие проблемы у нас, на нашем сайте, на сайте наших клиентов. И пришел к неутешительным выводам. Когда я начал смотреть вебмастер отдельных своих статей, заметил на одной из своих статей падение CTR. Падение CTR меня заинтриговало, и я взял статистику за несколько равных периодов, взял три месяца, до одного периода, три месяца после. Увидел падение, взял больший период, с момента там банально раскрутки статьи и оставшиеся шесть месяцев, и увидел, насколько прилично просел CTR. При этом позиции особо не просаживались, даже немного подросли. И начал обращать внимание, а в чем действительно причина. Конечно же, не следует исключать еще понятия с нерелевантной ключевой слова, то есть они тоже могут влиять на CTR. Но я смотрел, что в целом по определенным словам CTR падал, и на то была действительно необычная причина. В первую очередь, это появление расширенных сниппетов в вариантах ответа. Не по моей странице, а по страницам конкурентов. По поводу того, что вы можете получать расширенные сниппеты для себя, и это может быть для вас классно, потому что вы появитесь в топе, но не обольщайтесь. Топ-1 однозначно получает больше трафика, чем расширенный сниппет в серп-0. И это действительно факт. Об этом факте рассказал Ахревс в одном из своих исследований. Вы можете убедиться на этой картинке в этом графике, что CTR однозначно выше, если расширенного сниппета нет вообще. И если он есть, то большую часть кликов все равно получает та статья, тот элемент в эдаче, который находится по топ-1, а не тот, который находится в расширенном сниппете. А почему так? Да потому что вы можете просто развернуть и посмотреть ответ, удовлетвориться ответом, и даже не переходить на первый источник, и не смотреть, что там написано еще. То есть эффекта тизера попросту нет, потому что Google выдирает только тот контент, который пользователь считает нужным, и показывает его без лишних слов. Единственный момент, что такое расширенные сниппеты? Давайте чуть-чуть более детально разберем. На самом деле оно более глубокое, есть понятие расширенные элементы выдачи. Расширенных элементов выдачи существует огромное количество, и сейчас мы пройдемся по всем ним, непосредственно на прямом примере. Итак, вы знаете, что это? Если не знаете, ссылочка в описании, это элемент проверки структурированных данных, то есть то, что мы называем микроразметкой. Этот инструмент делает то, что он проверяет, насколько качественно у вас прописаны элементы кода для получения тех самых расширенных сниппетов. То есть многие спрашивают, а зачем нам нужна микроразметка, зачем ее вставить? Как вы знаете, микроразметка существует в двух форматах, схема.org и JSON-LD. Мы не будем останавливаться на этих маленьких деталях. Мы знаем, что JSON, скажем вам, что JSON-LD это более современная версия микроразметки, схема.org более старая, она более сложная. И здесь я могу, иногда вы будете видеть эти элементы, которые я буду показывать на примере. Но наша цель сейчас рассказать по поводу, что это такое. Так вот, микроразметка позволяет Google определить разные контенты. То есть он отличает, чем один вид текста, отличается от другого вида текста. Самый банальный вид микроразметки, конечно же, это были заголовки, подзаголовки. Сейчас этих элементов гораздо больше. И сейчас мы их все посмотрим. Переходим на расширенные результаты поиска руководства. Это то руководство, которое однозначно должен знать ваш верстальщик, ваш фронт-энд-девелопер. То есть он должен знать, как работают эти элементы. И здесь вы можете увидеть, как выглядят определенные микроразметки. Какие они бывают? Статья, книга, строка навигации, вот такая вот, карусель, контактная информация, то, что выводится сбоку, курс, например, список курсов, отзыв какого-то критика, набор данных, общая оценка работодателя, да, работать не в всех странах, мероприятие, проверка фактов, часто задаваемые вопросы, по этому поводу мы сняли видео, так что советуем посмотреть вам. Инструкция, вакансия, работает тоже не во всех странах, прямая трансляция, данные местной компании, логотип, действия с мультимедиа, профессия, товар и вопрос с ответами, рецепт, фрагмент отзыва, окно поиска по сайту, такое маленькое, приложение, озвучиваемый текст, подписка и платный контент, список лучших мест, надо же не прогрузился и видео, как вы видите элементов очень много, как мы можем понять, то есть допустим, давайте зайдем в микроразметку рецепт, банально и посмотрим по рецепту, то есть как мы видим, как можно настроить рецепт, вот мы можем взять фрагмент рецепта и посмотреть, как это будет выглядеть, предварительный просмотр, your image, party, coffee, coffee, а тут же у меня мобильная выдача стоит, мы сейчас вернемся и поставим desktop, не хочет, ладно, давайте так, надо подождать, best view for mobile device, ну давай best view for mobile device, мы тебя на мобилке, ага, вот как вы видите, как оно выглядит, ваша картинка, вот ваш заголовок, вот здесь все элементы, то есть вот еще рецепты и оно подгружает их, расширенная карточка, и тому подобное, то есть как работает этот тул, вы выбираете любой тип микроразметки, который вам нужен, например, статья, здесь читаете всю информацию, которая вам нужна, вот вы можете посмотреть, как ее нужно разметить и посмотреть, как это в итоге выглядит, то есть вот пожалуйста, news article, как он в итоге этот сервис должен ее выводить, по поводу микроразметки, это очень важно будет программистам, почему? потому что программисту здесь нужно будет правильно размечать уже написанный контент, потому что чаще всего проблема именно с написанным контентом, чтобы он правильно размечался, то есть если мы возьмем, допустим, микроразметка ответ на вопрос, и вот вопрос с ответами, есть такой вид микроразметки, и мы можем посмотреть, как это выглядит, допустим, показать разметку, проверить и предварительно просмотр, вот как оно выглядит, лучший ответ, 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 то есть если был где-то вопрос, на него было дано несколько ответов, эти элементы выдачи вводятся непосредственно в поисковике, то есть какие они бывают, вы их увидели, их можно в принципе проверить, и вот мы сейчас вернемся непосредственно к исследованию, которое действительно может вас интриговать, это то, как получить эти расширенные сниппеты, в первую очередь действительно нужно программно разметить свой контент, а какие требования к контенту, и Семраш на эти вопросы уже ответил в далеком 2017, уже году, и дал исчерпывающее руководство, как попасть в расширенные сниппеты, напоминаю, расширенные сниппеты, это когда вы в гугле спрашиваете любой вопрос, допустим, чек-лист по уходу за волосами, давайте, уходу за волосами, то есть, ну, наверное, тут такого нет, нет, здесь нет, как посчитать средний чек, вот, пожалуйста, вот как выглядит расширенный сниппет, как вы видите, я спросил и получил ответ, допустим, как завести, или как завязать галстук, вот мы видим расширенный сниппет в виде списка, как вы видите, расширенные сниппеты выводятся всегда сверху, неважно, что тут происходит, картинки, видео, они грузятся вторыми, расширенный сниппет всегда сверху, именно вот этот элемент выдачи и называется расширенный сниппет, это расширенные элементы выдачи, это расширенный элемент выдачи видео, это расширенный элемент выдачи картинки, Как вы видите, других пока у нас не подгрузилось. И сейчас мы перейдем непосредственно к обзору этой статьи. Как они получают расширенные элементы выдачи. И поехали. По статистике вопросы генерируют гораздо больше расширенных сниппетов. То есть 41% всех слов с вопросами генерируют расширенные элементы выдачи. И как они говорят, что из вопросов почти в 5 раз больше генерируется элементом выдачи, чем по остальным другим. Prepositions, это предлоги, генерируют примерно 18% расширенного сниппета. Сравнение генерирует чуть больше 22-23%. Другие слова практически невозможно их классифицировать и структурировать. Есть и другие слова, но их гораздо меньше. Поэтому если вы сейчас в комментариях мне в ютубе напишите, вот у меня расширенные сниппеты выводятся по таким, по таким, а не потому что ты Николай сказал. Это не я сказал, это сказал 7Rush и я рассматриваю их исследования. И какие вопросы они действительно выделили. Учтите, это англоязычные исследования, в русскоязычном чуть-чуть статистика может быть другой. И мы здесь разберемся, что они имели в виду. Table, List и Paragraph. Table это когда выводится таблица. List это когда выводится список. Paragraph это когда выводится просто такое короткое описание. То есть вопросы, почему параграф выводится чаще всего, как вы видите. То есть списки и таблицы присутствуют гораздо реже, но они присутствуют. В зависимости от типа запросов генерируются листы и параграфы. Например, вопрос как генерирует больше всего списков. Это единственный вопрос исключения, который генерирует больше всего списков. То есть question чаще всего генерирует короткий ответ. Поэтому если вы собираете семантическое ядро по вопросам и пишете на них в контенте ответы, вы должны понимать, что список сработает только по вопросу как. По всем остальным вопросам нужно делать короткий ответ. По поводу длины ответа смотрим дальше, я вам все расскажу. Preposition finding, да, то есть это непосредственно предлоги. То есть там допустим, допустим, здесь вопрос у нас диснейские персонажи, похожие на Микки Мауса. Здесь ключевое слово похожие. Вот, вот оно вот использует на вот это слово like, for, to, with, without. Здесь чаще списки. Генерируется чаще всего здесь именно списки. Так. Едем дальше. Сравнение. В сравнениях чаще всего таблицы. Вы можете увидеть. Ну и параграфы, параграфы и таблицы. Здесь четко разбивки нет. Отдельные слова выглядят по-разному. То есть price, pricing однозначно генерирует чаще таблицы. Compare, comparing чаще могут генерировать все подряд. И списки, и таблицы, и параграфы. Итак, поехали. А какой длины должен быть расширенный сниппет? И вот рекомендация непосредственно SimRussia. Параграф должен содержать 43 слова. Однозначно правило 43 слова. То есть они говорят, ну там 46, вот оптимально, максимум 84. Но помните, этот сниппет, он маленький, он много в себя не вмещает. Поэтому будьте добры, уместитесь в определенное количество символов. Меряйте длины параграфов в символах, в словах. Обязательно. Почему? Потому что если вы пишете расширенный сниппет, вы должны понимать, что определенный объем текста может быть показан. То есть здесь, например, рассказывается, сам сайт Salesforce имеет позицию четвертую, но он получил расширенный сниппет. Едем дальше. Для списка. Учтите, списки они не имеют определенную длину. То есть они фиксированы. Максимальная длина списка это 8. Если список длиннее в 8, то он будет обрезан. И это значит, что пользователь, вероятнее всего, может перейти на ваш сайт. И поэтому, если вы делаете любые списки, оптимальное число это 10. Топ 10. Ну, помните, что топ 8. Минимум список должен состоять из 6 элементов. Все списки, которые короче, ну, вряд ли получат даже вообще расширенный сниппет. Поэтому мы рекомендуем сосредоточиться на цифре от 5,5. Тут они говорят, что это будем брать от 6 до 8. И следует помнить, что длина слова в каждом элементе должна быть короткой. Ваш список не должен быть состоящим из огромных слов, потому что он тоже обрезается. Оптимальная длина это 8 слов на строку. Едем дальше. Следующий блок, на который я бы обратил внимание, да, это таблица. Вот с таблицами маленький нюанс. Google не любит показывать таблицы в выдаче, поэтому он обрезает две строки, кроме первой. То есть оптимальный вариант, количество строк для таблиц это 5-6. Ну, максимум 7. И следует помнить, что не все помещается в колонках. Оптимальное число колонок это вообще 3, максимум 4. Оптимально ориентируйтесь таблицей, вообще состоящей из двух, там, максимум 3 колонок. То есть не делайте слишком сложные таблицы, иначе они не попадут в расширенный сниппет, даже если как бы вы старались. Поэтому дробите таблицы на более простые и понятные. Оптимальное сочетание 3 колонки, максимум 7 строк, оптимально 5-6 строк. И по поводу изображений. Для того, чтобы изображение попадало в расширенные сниппеты, есть простое золотое правило. Соотношение графики 4 к 3, как на старых мониторах, да. И стараемся делать так, чтобы графика была 600 на 425. Если мы будем делать в таком формате, однозначно получим вероятное попадание в расширенный сниппет по картинке, по изображениям. Это легко проверить, потому что все картинки, которые выводят в Google, имеют именно такое расширение в первую очередь. Поэтому, если у вас проблемы с графиком, они у вас вся квадратные, либо какая-то необычного формата, перекадрируйте ее по этим правилам. Ну, и конечно же, на что нужно обращать внимание. Здесь статья больше рассказывает, что нужно делать для того, чтобы получать расширенные сниппеты, да. То есть, у вас должен быть хороший домен, у вас должна быть хорошая визуализация контента, у вас должна быть социальная активность на сайте. То есть, однозначно, трафик нужно привлекать из соцсетей, чтобы... Это не говорят, что это не значит, что социальные шеринги однозначно вам дают гарантированный сниппет. Но трафик должен быть, и соцсетей тоже. Ну, понятно, сайт должен быть mobile-friendly, типа mobile-friendly or die. Да, то есть, если у вас по mobile-friendly все очень плохо, ну, печалька. Вы не получите расширенный сниппет от слова «никогда». Поэтому с программистом нужно серьезно общаться, чтобы он вам сделал по максимуму все по mobile-friendly, то есть, чтобы по пейдж-спиду все было прекрасно, скрипты, все как положено. То есть, и все сайты, которые имеют по mobile-friendly слабенькие показатели, расширенный сниппет не получат. Мы до сих пор выявим с нашими программистами именно с этой целью. Mobile-friendly должно быть в топе. Вот. И, само собой, тут рассказывается по поводу общего правила, как делать расширенные сниппеты, как должна в итоге выглядеть статья. И, как вы видите, идет такая некая массовая стандартизация, то есть, которую они рассказывают по HubExample, то есть, они вот берут по другим сайтам, какие определенные требования. Я не буду детально здесь на это обращать внимание. Почитайте статью. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. И так, как мы видим, расширенные сниппеты негативно влиять могут на органику, как показало исследование Рэнда Фишкина. С другой стороны, расширенные сниппеты помогают продвигаться с сайтом, который иногда получает слабую органику, за счет того, что имеет низкие позиции, но при этом имеет полезный контент. Google может его выхватывать, при этом не ранжируя сайт в топ-1, но показывать его контент в расширенном сниппете. Даже банально, мы получаем трафик в YouTube, на свой YouTube-канал, а не на свой сайт, а на YouTube-канал, благодаря расширенному сниппету видео. Этот расширенный сниппет стал очень популярен за последний год. Он буквально по популярности вырос втрое, и практически видео показывается по большей части поисковых запросов. Можете не поверить, проверьте, вбейте Google AdWords, либо Google Ads в поиске, и посмотрите, вы увидите элемент расширенного сниппета, и увидите наше видео прямо сейчас. Возможно, в будущем это просядет, либо не просядет, мы не знаем, но мы получаем огромное количество трафика исключительно из Google, а не из самого YouTube. И здесь тоже являются полезными расширенные сниппеты. Поэтому, как пользоваться расширенными сниппетами, я вам рассказал, как адаптировать свой сайт под расширенные сниппеты, я вам рассказал. А теперь, что следует знать, в первую очередь, когда вы продвигаетесь, хотите продвигаться по расширенным сниппетам. Это короткий такой ликбез, некие выводы по всему пройденному материалу. В первую очередь, у вас должен быть хорошо оптимизированный сайт. Как мы говорили, mobile-friendly or die. У вас должны быть отличные показатели по пейдж-спид, по мобилке. Это первое правило. Второе правило, у вас должна быть установлена микроразметка на весь контент. Все страницы вашего сайта, которые есть в индексе, должны быть правильно размечены, правильными видами микроразметок. Более того, вы должны следует помнить, что разные блоки контента могут иметь разную микроразметку. Это не зависит от отдельного типа статьи. Некоторые элементы могут иметь внутреннюю свою микроразметку, и ее тоже нужно грамотно прописывать. Третье, на что нужно обратить внимание, это когда вы выбираете ключевые слова для продвижения. Если по этому ключевому запросу уже показывается расширенный сниппет, вероятнее всего, вы по этому запросу не продвинетесь, не получите трафика и ничего не сделаете. Почему? Потому что расширенный сниппет однозначно уменьшает по этому запросу процент кликов. Мы проверили, и действительно, по нашему исследованию, CTR у наших статей был гораздо выше, практически в 22 раза выше, там, где расширенные сниппеты не показывались вообще. В то время там, где они отображались, любые из них кликов на свои статьи мы не получали. Конечно, у нас там не везде топ-1, но до них просто люди не доходили. Они просто видели расширенный сниппет и чаще всего реагировали на него. И это однозначно, мы заметили этот факт, что для выбора ключей для продвижения, выбирайте те ключи, где расширенные сниппеты еще не показываются. Если же вы хотите адаптироваться под расширенные сниппеты сами, в первую очередь, пишите контент согласно тем гайдлайнам, которые я рассказал. По 7Rush определенное число слов в абзаце, это около 46 слов на абзац. Во-вторых, делайте списки более чем из 5 элементов. Обязательно делайте каждый элемент списка не больше, чем 8 слов. Оптимально вот именно до 8 слов, там 6-8 слов. И следующее, обращайте внимание, что когда делаете таблицы, не делайте таблицы больше, чем из 3 колонок и больше, чем из 5 строк. Старайтесь это не перевышать это значение. И последнее, на что обращайте внимание, разные типы сниппетов генерируются под разные ключевые слова. Делайте правильные заголовки для каждых абзацев, каждых списков и каждых таблиц. И, конечно же, пережмите все картинки в соотношении 4 на 3. Почему? Потому что если вы хотите ранжироваться по этим картинкам в элементе картинки Google, Google больше любит картинки в этом соотношении. На этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментарии. Получилось ли у вас реализовать этот трюк и получить трафик с расширенных сниппетов или даже показы по расширенным сниппетам. Как вы боретесь с конкурентами, если они забивают весь трафик по расширенным сниппетам. И, конечно же, до новых встреч!